сегодня воскресенье взял и поехал на автобусе до луна ватуны тоже самая деревня она так называется больше как русская деревня здесь русскоязычных много наших соотечественников сейчас я нахожусь на пляже виджая здесь рифы есть вода такая знаете здесь получается с той стороны волны и рифы стоят чтобы волны не переходили а здесь можно как бассейне купаться между прочим вот видите сейчас мы подойдем посмотрим на черепаху кормят ее здесь есть лежаки цены я не знаю я не думаю что они дешево дорогие вот можно взять даже на прокат себе маску поплавать по сноркли а вообще здесь вот у меня позвали сказали что здесь как спа процедуры водоросли можно оздоравливаться так сказать это мне напоминала черногория зеленику я там точно также проводил свое время когда отдыхал заводь где нету волн подрядки лежишь себе водорослях и кайфуешь мажешься совмя прям потом такое кожа классная молодая становится так пойдемте сходим серьезно здесь так не глубоко принципе вот смотрите кормят здесь черепаху сейчас я ближе подойду люди прям ее облепили кого-то первый раз видят смотрите какая классная вот ооо дышит дышит такой вздох прям вздохнуло воздух и ушла водоводом ооо ветра ооо плавники какие большие большая черепаха можно взять маску также посмотреть но у меня телефон водопроницаемый поэтому рисковать не собираюсь я ха ха потеряли ее она ушла куда-то ха ха черепаха погода здесь просто отличная волну нету в отличие от мериса здесь можно отдохнуть починить спокойно на этом пляже ну честно сказать мериса топчик по крайней мере я сейчас вот ощущение такое передаю что мне больше нравится на волнах ты оооо на балансе а здесь ну ощущение просто вот лежишь такой как будто в ванне все внизу конечно вот камни рифы вот это неудобно можно ножки пооранить кто-то одевает тапочки а я без тапочек я в черногории даже тапки не покупал там на дне все одни камни поэтому как-то привык вот так вот по-своему куда-то потеряли черепаху потому что она сейчас ко мне сзади подойдет так нежданно негаданно за задницу как цапнет и утащит меня в пучину океана я вот никому как говорится не советую трогать черепах почему потому что это неправильно нельзя ооо здесь рыбки вот здесь надо снорклить короче доехал я здесь на автобусе 350 из моей деревни за час билет стоит 160 рупий сколько это на рубли 30 рублей 30 рублей вот проезд считаете 30 километров я проехал автобус конечно останавливается часто на остановках ну в принципе нормально если бы я на токтуке бы поехал я бы отдал бы вообще здесь просят за каждый километр то есть а я же здесь на вилле у отъехавших был вот кстати да я записывал уже ролик на канале есть я когда ночью взял 3,5 тысячи рупий отдавал но мне просили 5 тысяч я сторговался до 3 но пришлось 3,5 поэтому на токтуках вообще не рекомендую ездить если ездить только на небольшие расстояния или допустим у вас чемодан например надо отвезти куда-то переехать поэтому лучше всего если без чемодана вы путешествуете по Шри-Ланке то выбирайте обязательно крэйзи бас ну то есть автобусы заходите ставите метку куда вам надо на гугл карте и выбираете передвижение автобус и вы увидите там просто все четко понятно вам будет объяснено какой маршрут едет во сколько едет все такое поэтому пользуйтесь рекомендую всем вообще удобно черепаха опять куда-то плыла люди ушли а я ее поищу может найду здесь ее вот 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 обалденный вид вы взгляните пальмы красивый океан цвет зеленый такой знаете что хочется зрителю сейчас в зимнюю погоду в зимнюю сужу особенно в Новосибирске я смотрел 30 градусов мороза это же вообще кошмар как можно сейчас уже еще декабрь не настал еще зима уже 30 градусов мороза посмотреть на вот такую красоту знаете это наверное скорее всего передача вам этой картинки для того чтобы вы почувствовали порадовались но никак не завидовали ведь зависть только будет разрушать вас изнутри и если она будет вас разрушать изнутри то вы будете все видеть вокруг плохое не завидуйте живите свою жизнь сделайте себе подарок в своей жизни потратьте все свои средства что вы накопили и поедьте куда вы хотите вот прям сейчас не надо откладывать это на завтра но это потом потому что завтра не настать может в легкую ведь завтра это не существует здесь только сейчас есть что вот хочешь есть какое-то желание допустим выйти на улицу поорать выйди да поори не стесняйся не сковывай себя когда мы в себе начинаем тормозить то что мы в душе у нас накипело мы как раз таки прячемся в себя уходим от себя не принимаем себя такими как есть примять себя как есть это означает не принять заглушить свои такие знаете вот это дракона принять себя это значит принять и выпустить его на какое-то время на понаблюдать за этим драконом вот захотел сказать ответить человеку который тебе бесит ответь ему пошли его подальше не терпи не делай вид что ты его как бы тебе жалко или еще что то там допустим многие люди как сказать сдерживать себя бояться отказать кому-то например бояться руководителю своему шефу сказать что ты козел не прав и пошел ты в жопу я пошел увольняюсь короче не хочу больше работать на себя и хочу работать не хочу работать на вас хочу работать на себя или вообще не хочу работать понимаете вот в чем дело когда я начал путешествовать я начал замечать по себе что все что происходит вокруг это и есть внутри мое если мне сейчас спокойно хорошо то и вокруг хорошо спокойно когда я перестал заботиться о деньгах и радоваться жизни улыбаться людям помогать им просто даже добрым словом информировать вас вселенная начала мне улыбаться и дарить подарки подсовывать людей подкидывать возможности чтобы я просто мог помогать кому-то где-то быть полезным и меня оплачивали на это деньги гонорары ту же самую зарплату месячную полумесячную важно это работает я раньше боялся думал что если я сейчас начну допустим где-то работать а вдруг меня уволят а вдруг еще то что и так все и происходило буквально через полмесяца меня сокращали обували и кидали даже но я не двигался я сидел на месте в своем городе и никуда не ехал а и бывали еще всякие ситуации так же в отношениях с людьми думал сейчас я познакомлюсь с девушкой ну а она мне там допустим откажет да вдруг я не симпатичный не понравилось ей все таки происходило поэтому будь уверен в первую очередь в себе уверенность в себе это залог твоего счастья развивайтесь развивайтесь самореализовывайте сделайте из себя на того человека которого вы хотите видеть в себе вокруг себя людей таких каких вы хотите видеть все все начнет получаться думаешь это трудно тебе получится напиши комментарий под этим видео скажи Ренат я хочу научиться как ты не бояться ничего хочу развить самоуверенность в себе и самореализоваться я тебе подскажу я не буду тебя учить как тебе жить мы вместе пройдем этот путь этот долгий тернистый путь и ты поймешь кто есть кто кто прятался всю свою жизнь и кто боялся вообще что-то начать и ты полюбишь этого человека и начнешь действительно по-настоящему жить а пока подпишись если ты не подписался поставь лайк и конечно до скорых встреч я сможете еще и увижу эту черепаху еще сниму и покажу вам но я здесь не последний раз приеду может быть еще пока 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 пока